Привет, ребят! Никогда бы не подумал, что придется выпускать такой вот ролик, но, видимо, назарела необходимость. Я понимаю, что новости о коронавирусе сейчас льются из каждого утюга, буквально из каждого утюга, но вот именно об этом я и хочу как раз-таки поговорить, о безумной панике, охватившей людей. Руслан Асташко из Политраши рассказывает о том, как в Европе закидывают автобусы с зараженными камнями Ну, Украина же, это Европа в конце концов, да? Да, как дерутся за туалетную бумагу и сметают все продукты с полок, как вводятся откровенно фашистские постановления о том, кого будут лечить, а кого не будут. И он прав, все так и есть. Люди деградировали под действием страха до животных. Хотя, возможно, даже животные такое себе не позволяют. Однако, он добавляет, что вот то ли дело у нас, где не паникует. Ну, так вот, про у нас. Я живу в Пензе, и всего за 3-4 дня с тех пор, как ввели всеобщий карантин по стране, у нас точно так же пошли волны паники. Некоторые люди, с которыми я разговаривал, по-настоящему боятся. Именно что боятся. Да дрожа. Они боятся выходить из дома, боятся даже в гости ходить. Разумеется, мой круг общения не так широк, чтобы можно было говорить за всех. Но факт остается фактом. Всего один заболевший в городе, по официальным данным, и этого хватило, чтобы в некоторых магазинах уже невозможно было купить крупу или туалетную бумагу, из которой эти умалишенные собираются делать маски. Они вообще в курсе, что это так не работает. Они в курсе хоть, что маски нужно менять каждые 2 часа, иначе риск заражения будет выше, чем если бы они эту маску вообще не надели. И от каждой бабушки на каждом углу ты услышишь про коронавирус. Интернет – коронавирус. Телевизор – коронавирус. И даже я, блогер к социальным роликам отношений, не имеющий практически, тоже про коронавирус. А что делать, если я вокруг наблюдаю безумие, будто бы настал зомби-апокалипсис? И сегодня я пойду закупаться туалетной бумагой и мясом, просто потому, что в нашей округе, в наших магазинах, тех, что рядом с домом, это начало пропадать с витрин, и я попросту сдохну не от коронавируса, а от голода. Ну, условно, разумеется. У подводников есть такая присказка – губит не вода, губит паника. И действительно, прежде чем утонуть, тебя трижды затопчут насмерть и даже не посмотрят. На пожарах это, кстати, очень частое явление. Замени лишь воду на огонь. А между тем надвигается мировой кризис, ибо экономическая система, так долго трещавшая по шваму, уже начала лопаться. И тут на тебе пандемия. Любой фокусник вам скажет, что если вам говорят, сейчас на ваших глазах творится магия, то магия творится где-то в другом месте. Все для отвода глаз. Была ли пандемия 10 лет назад при вспышке свиного или птичьего гриппа? Нет, не было. А почему? Что, умерло меньше людей? Да нет же, гораздо больше, чем от коронавируса. А что вдруг так? С чего паника-то? А с того, что за 10 лет влияние на умы через информационные сети сильно возросло, и паника сеется намеренно. Грянул кризис, и тут опачки! Эпидемия, на которую так удобно свалить какие-то свои проблемы. Я не политолог, но я слышал, что в том же Китае, помимо реальной борьбы с вирусом, шла подковерная борьба элиты и испытания каких-то новых технологий тотального слежения. В США и Европе, являющиеся эпицентром кризиса, под это дело списывают долги. Им бы войну, конечно, но нет, никак. Поэтому вот вам аналог войны. Эпидемия. Нет, мы разорились не потому, что вложили деньги в мыльный пузырь очередного маска с его пердящими азотом ракетами, а потому что коронавирус же, ну, понятное дело. И вот тут денег не досчитались не потому, что сперли, а потому что эпидемия, ведь деньги напрямую ушли, да? Притом, как наживаются на этом фармацевтические компании, словами просто не описать. После вспышки десятилетней давности, кстати, было инициировано расследование, мол, раздували всю шумиху именно для обогащения отдельно взятых слоев населения, хотя опасности реальной такой вот не было. Но виноватых так и не нашли, дело забросили. Зашибись. Можете считать это конспирологией, если хотите. Однако от вируса гриппа, разновидностью которого и является коронавирус, умирает по 300 тысяч человек ежегодно и уже очень давно. Где же паника? От туберкулеза, от спида. У нас в стране около 20 тысяч ежегодно гибнет в ДТП. Все еще считаете, что это конспирология? Опасен ли коронавирус? Да, но он не опаснее любой другой разновидности гриппа. Им также болеют и также выздоравливают. И выздоравливают в том же Китае десятками тысяч. И от него также умирают. Как от любого другого гриппа. Что до наших закрытий школ и прочих действий правительства, нужно понимать, что это вынужденная мера, скорее даже информационная. Если не дай бог, кто заболеет, кто будет виноват? Правильно, лично Путин, что не предпринял мер. А предпринял меры, так кто ж виноват-то? Конечно же снова Путин, потому что сеет панику и наверняка пытается протащить под шумок с вирусом свои поправки. Да. А вокруг всего этого бегают охреневшие граждане. Вот с такими вот выпученными глазами и с мешками гречки, обмотанные туалетной бумагой, как мумии. Зубной врач, у которой я недавно был, сказала, что это, с одной стороны, хорошо. Пока людей не напугаешь как следует до усрачки, и они не станут заботиться о своем здоровье. Согласен, я это по себе знаю. Но обратная сторона этого – это что-то с чем-то. Уже активизировались мошенники, которые под предлогом того, что в вашем доме выявили заражение, выгоняют жителей из квартиры, мол, сейчас газ будем распылять, и попросту грабят ее. Предупредите о такой возможности своих родных и близких. Предупредите их о том, что не нужно поддаваться панике в первую очередь. Если вы в группе риска или ваши близкие в группе риска, позаботьтесь о них. Но не теряйте голову. Не носитесь, как угорелые с крупами и срач-папирусом. И тем более не распространяйте фейки и не ведитесь на них. Да, я слышал те сообщения, что появились уже давно. Источник неизвестен и запись явно студийная. С тем же успехом я могу записать, что Нибира уже на подходе и вот-вот долбанет по земле. И распространите это, а испуганные дураки понесут. 20 тысяч зараженных, 100 тысяч зараженных, а власть это скрывают? Ну, как тогда, с Кемерово. Надеюсь, наши драгоценные блогеры, боги Ютуба, уже не понесли эти фейки. Что по итогу? Если в вашем городе или в вашей стране введены ограничения, что поделать? Соблюдайте их. Заботьтесь о себе, о своих близких, но не теряйте голову. Оставайтесь людьми. Это все, о чем я прошу. Не сходите с ума. И не нагнетайте. Всего вам хорошего. Не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok